Да, запись пошла, и мы можем начинать. Хорошо. Секундочку, прошу прощения. Я забыла озвучить некоторые правила, что если у вас будут по ходу встречи появляться вопросы к спикеру, пожалуйста, задавайте все в чатик. Я в конце встречи их озвучу. Либо, если Наталья захочет делать какие-то перерывы между блоками информационными, то тогда я зачитаю вопросы между этими блоками. И большая просьба от меня лично. Я в конце встречи в чат скину опросник, где вы просто поделитесь своим фидбэком, впечатлениями о нашей встрече. Там буквально два вопроса, и один из них только обязательный. Вот, все. Я в свою часть озвучила. Наталья, тебе слово. Ну, в первую очередь спасибо, что предоставляется такую возможность и содействия в организации мероприятий. И да, это мое второе выступление. И могу сказать, что мне очень понравилось, как прошло первое. Очень понравилось то, что мы в конце обсуждали какие-то кейсы, были очень интересные вопросы. Это прям здорово, что есть участие к мероприятиям, и поэтому хочется и проводить, как-то участвовать, делиться знаниями. Мы сегодня будем с вами говорить про бенчмаркинг. И как уже Наташа вначале сказала, я тоже допомню, что вы можете проставить цифры, которые помогут понять состав участников, которые к нам сегодня пришли. И если говорить про наш доклад, я бы сначала немножко рассказала вам теории, и потом мы бы прошлись по основным этапам исследования. И в дальнейшем, точнее, уже в конце, я поделюсь опытом, как я проводила такое исследование, и к чему оно, собственно, привело, как оно помогло нам. Давайте начнем с того, что же поднимается под бенчмаркингом. Я немножко опустила представление, но я думаю, в презентации это будет доступно, и можно будет добавляться в контакты. Что же собой представляет бенчмаркинг? Это инструмент исследования, которое позволяет нам улучшить эффективность организации. То есть бенчмаркинговые исследования проводятся для того, чтобы сравнить практики, которые используются в какой-то организации, с лучшими практиками. То есть также может применяться для сопоставления практик каким-то стандартом, принятым в сфере. И такие практики, я бы сейчас говорю про лучшие практики, могут находиться в правоправительстве, в организациях конкурентов, а также в каких-то других организациях. Цель бенчмаркинга – это оценка эффективности, и также на основе бенчмаркинга мы можем внедрять какие-то изменения. Что касается анализа рынка, это очень близко схоже с бенчмаркингом, и я сейчас тоже расскажу, что это, потому что даже если посмотреть в побок, то мы увидим, что эти термины идут вместе. Анализ рынка предполагает собой исследование, которое направлено на то, чтобы изучить клиентов, которые используют наш продукт, их потребности, факторы, которые влияют на их решение о покупке или о каком-то действии. Также это включает в себя анализ конкурентов. То есть мы видим, что здесь есть общего. Это то, что в случае бенчмаркинга мы сравниваем лучшие практики, в том числе наших конкурентов, и в анализе рынка мы также смотрим на деятельность наших конкурентов. Что включает в себя бенчмаркинг? Во-первых, нам нужно определиться, с тем, что мы будем исследовать, какая область исследования перед нами. Далее мы должны определить в этой области каких-то лидеров, то, что мы понимаем под организациями с лучшими практиками. Затем мы исследуем, точнее мы выбираем методы исследований, они могут быть различными, и мы проводим вот этот вот гэп-анализ, когда мы изучаем текущее состояние и состояние, которое у нас можно назвать идеальным или лучшим. Также на основании бенчмаркинга мы создаем наши предложения. Когда мы говорим про анализ рынка, то он включает в себя следующие моменты. Это определение пользователей, это определение также конкурентов, определение тех тенденций, которые сейчас происходят на рынке. И в любом случае, это исследование, которое собирают данные по рынку в том разрезе, который нас интересует. Я бы хотела остановиться вот на таком более узком исследовании, как анализ конкурентов и на предмет как лучших практик, так и на предмет того, что мы можем извлечь, какие тенденции существуют, как мы можем использовать, вообще трактовать информацию про наших конкурентов для того, чтобы добавить какую-то ценность, ценность нашему продукту, чтобы удовлетворить количество пользователей и так далее. Цели могут быть разные. И если мы посмотрим на такой алгоритм, скажем, для сравнения конкурентов, то первый этап, который я уже упоминала, это цель. Здесь надо понимать, для чего мы проводим это сравнение, что мы от него ожидаем, какие вообще результаты мы хотим увидеть. И если задать себе вопрос, для чего мы анализируем, то станет понятнее, как вообще строить исследование. То есть мы должны понимать, что в результате мы получим и как это будет использоваться, как эти данные будут использоваться, кто их будет использовать, с какой целью. Все эти моменты, они очень важны, и они влияют на то, на что нам стоит делать упор. Возможно, это повлияет на формат предоставления наших результатов, то есть для более каких-то техничных вещей, для... Может понадобиться, возможно, какое-то там визуальное отображение, или, например, если вы понимаете, что исследования предлагают какие-то узкие сравнения каких-то узких специализированных областей, то тогда, возможно, вам понадобится привлекать помощь. То есть когда мы понимаем, что мы хотим, то нам становится проще. И это помогает, это помогает, во-первых, осузить наше исследование, потому что оно отличается тем, что это достаточно трудозаёмкий процесс, и, скажем так, объять всех представителей области не представляется возможным. То есть, ну, если, конечно, бюджет не ограничен, тогда другой вопрос. Но, как правило, мы работаем в более таких ограниченных условиях, и мы должны поднимать наш минимум, которые нам надо изучить. Если мы говорим про второй шаг, про наши критерии исследования, то мы здесь должны понимать, точнее, держать в голове нашу цель. Если мы, например, хотим монетизировать продукт, который разрабатываем, например, и мы не знаем, как это сделать, то целесообразно будет провести анализ бизнес-моделей наших конкурентов на предмет того, как они работают в этой области, какой способ сотрудничества более распространён, то есть это модель подписок, либо какие-то пакетные предложения и так далее. Что ещё? Я немножко уже рассказала про цель, и про цель, я думаю, мы помним, что это то, что всегда должно держаться в голове при проведении исследований. Я уже говорила про критерии, про то, что мы держим в голове цель. Также, да, мы формируем критерии, по которым мы будем анализировать. Мы должны понимать, что нецелесообразно сравнивать критерии, которые несопоставимы, либо они могут быть недоступны для анализа, то есть открытой информации может не быть, и поэтому такой анализ не принесёт большого какого-то бенефита для нас, в первую очередь, потому что мы не знаем, как это работает у других организаций. И, допустим, когда мы говорим про сопоставимость, то можно держать в голове, что организации, они разные, у них могут быть разные бэкграунды. То есть компания, которая достаточно давно на рынке, может быть не совсем сопоставима со стартапом, который, возможно, не обладает каким количеством ресурсов, или там аудитория, даже сравнивать личных пользователей, может быть не совсем корректно. Это важная вещь, которую стоит помнить. И когда мы сформировали критерии, то есть мы помним, что мы хотим, например, проанализировать, исследовать способ монетизации, мы сформировали критерии, по которым мы будем сравнивать, то так нужно определиться, какие объекты мы будем исследовать и в каком количестве. Само собой, здесь также актуальна наша привязка к цели. все должно приводить нас к ее достижению. И важные моменты, которые стоит держать в голове, это то, что, опять же, сами объекты должны быть сопоставимы. То есть это может быть сопоставимые модели бизнеса, размеры, какие-то организационные структуры. также очень важно понимать, что тот рынок, на котором работает организация, он может диктовать какие-то особенности. И их тоже надо учитывать. То есть не скрывать глаза на какие-то вещи. Немножко даже уже на этапе отбора объектов уже проводить анализ, насколько компания подходит. И про ресурсы расскажу пару слов. Также можно рассчитывать ресурсы, которые есть. Это влияет на то, сколько объектов мы можем исследовать. И если мы помним про нашу цель, то это не значит, что нам обязательно надо анализировать все. У нас есть какие-то ресурсы. Нет. Мы помним про цель. И ресурсы скорее тоже такой важный фактор, который влияет на то количество объектов. Но в целом, если у вас, например, есть ограниченные ресурсы, то тогда это влияет на даже немножко может это как-то отразиться на нашей цели, потому что, скорее всего, цель будет сформирована как-то более узко. Это может быть как-то очень четко сформулированно. То есть, например, топ-5 каких-то предложений на рынке. Но если у вас не ограничены ресурсы, то это не значит, что вам обязательно нужно исследовать все. Помните про то, для чего вы вообще проводите такой анализ. на следующем этапе, когда мы проводим наше сравнение, важно держать всегда при себе план. То есть, то, что вы хотели исследовать, те критерии, которые вы держали в голове при составлении плана. И есть важный момент, о котором я хочу поговорить. Это то, что ваш план это не равно тому, что вы придерживаетесь ему при любых каких-то условиях, которые могут повлиять на исследования. Если на рынке появляется новый игрок, который, возможно, набирает очень быстро популярность, или, например, задает тренды, то мы не говорим, что мы составили план, мы его не включили, вот это предложение, которое появилось на рынке. Мы должны понимать, что если цель была изучить лучшее какие-то предложения, то мы также должны рассмотреть даже такого нового игрока, которого мы вообще не планировали изучать, потому что это для нас важно, это приводит нас к цели. Следующий момент. Следующий момент говорит о том, что не стоит впадать в правильности, когда деталей может быть много, либо наоборот их недостаточно для того, чтобы сделать какой-то вывод, который будет ценным, полезным. если брать какой-то пример, то у вас есть ваша система, продукт, приложение, и вы изучаете функциональность, аналогичную функциональность, которую предоставляют другие игроки. Что важно здесь помнить? Мы председатель мы, например, смотрим так, есть ли у них авторизация через социальные сети? Да, нет. Идем дальше. Здесь стоит немножко углубиться дальше для того, чтобы пометить, обозначить, какие это опции, потому что для человека, который будет работать с результатами вашего исследования, важно то, как он может использовать эту информацию. То есть он, возможно, сам потом придет и спросит, а какие вообще варианты есть, а какие используются. То есть вы избавитесь от вопросов лишних, если вы немножко расширите ваши результаты такими обносложными какими-то метками. Что еще важно? Само собой важно фиксировать все результаты, которые вы получаете, потому что, как я говорила, это трудоемкий процесс, это долгий процесс, и от того, как хорошо вы структурируете информацию, насколько она будет понятна, отлична или так далее, зависит вообще то, насколько люди, которые будут работать, смогут грузиться, получат действительно полноценные какие-то выводы, у них сформируется представление, которое вы подразумеваете, которое вы хотите, то, что вы хотите донести, это все достаточно важно, и может быть в зависимости от организации, компаний, проектов, могут быть какие-то свои требования по оформлению, по структуре, это тоже может влиять на то, чтобы на то, насколько быстро вы закончите ваше исследование, и какие еще дополнительные условия вам нужно соблюсти. структуре, скажу, что в моем случае, о котором я немножко позже расскажу, не было формальных каких-то требований, то есть к нам пришел продукт с задачей и у нас была полная свобода. Это в целом плюс, потому что вы можете полностью построить вообще ваши какие-то артефакты с учетом того, как вы их видите, как вам кажется правильным. если есть какие-то шаблоны или какие-то рекомендации, то это тоже неплохо. Это помогает не упустить ничего, сконцентрироваться на том, чтобы все какие-то выводы были в правильных местах, чтобы все было расположено там, где это ожидаемо, потому что если шаблон есть, значит есть какое-то представление, есть ожидание, как это должно быть. Далее, что я хотела сказать про результаты, про выводы. Мы должны собрать наши результаты, которые будут должны приводить нас к цели, которые покажут весь тот объем работ проделанной, который будет отвечать на вопросы, поставленные до того, как мы начали само исследование. А здесь что важно? Важно не ограничиваться конституцией фактов. То есть здесь и детали нужны в оптимальном каком-то соотношении и возможно рекомендации, которые вытекают из исследований. Здесь я поясню, что в моем случае это приветствовалось. То есть ожидалось, что мы не только сравним каких-то конкурентов, но мы сможем сформировать какие-то рекомендации для нашего продукта, но возможно может быть так, что необходимо только само исследование. То есть какие-то данные, цифры, сопоставления, а обработка уже непосредственно будет на следующем этапе. И когда мы говорим про результаты, здесь важно то, что ваше исследование оно может использовать с разными людьми. У них могут быть разные цели, у них могут быть разные бэкграунды, кто-то может быть более техническим специалистом и так далее. Что это вообще значит, как это влияет на вас? Можно подумать про то, как предоставить информацию в различных плоскостях. То есть если привести пример, у вас может быть по результатам страничка либо таблица, где будут обозначены четко сильные стороны вашего продукта и слабые стороны. Ну, это в соответствии с другими гоками. А что еще вы можете сделать? Если вы понимаете, что ваш например результат будет использоваться продукт-оунером, то например вы можете сделать условную табличку, в которой будет видно то, чего у вас нет. То есть например, когда у продукт-оунера возникает какая-то идея какой-то функциональности и он например понимает, что согласно вашему результату он открывает документ, он видит, что эта функциональность отсутствует у вас, но при этом она у всех есть. Это влияет на то, насколько важной задачей стать для команды. То есть если есть возможность как-то предоставить какие-то полезные, организовать ваш результат так, чтобы он полезен был и можно было получить какую-то выжимку без глубокого погружения, то это будет очень здорово, потому что глубокие результаты, все данные, все материалы, они возможно не понадобятся прямо всем, кто будет знакомиться с исследованием, но если вы продумаете, как вы можете как-то еще очень краткой форме донести важные моменты, то это будет плюсом. Что еще хочу сказать? Еще хочу сказать про плюсы. Про плюсы бенчмаркинга и плюсы рынка. В результате исследования по данным, которые вы получите, вы увидите, вы получите идеи о том, как повысить эффективность, как скажем так, как использовать опыт передовых компаний для того, чтобы добиться успеха. Также вы можете понять, почему какие-то компании успешны, как они пришли к этому, какие процессы они использовали. И само собой вы можете выявить слабые стороны. Здесь речь не только про слабые стороны конкурентов, которые возможно напрямую нам никак не помогут, но вы посмотрите на вашу организацию, на проект, что угодно с точки зрения ее слабых и сильных сторон. Что касается слабых сторон, они тоже есть, и их не так уж и мало на самом деле. Слабые стороны ограничения бетчмаркинга заключаются в том, что вы не получите какую-то инновационную идею, потому что ее уже кто-то реализовал. То есть организовать, скажем так, какое-то получить конкретное преимущество, либо предложить какое-то инновационное решение после бетчмаркинга это невозможно, но скорее всего это уже будет датация какого-то решения, то, что уже есть на рынке. А еще, как я говорила вначале, это достаточно трудоемкие исследования, то есть очень много времени нужно на проведение исследований, нужно на то, чтобы собрать все результаты и их структурировать. Кроме того, возможно, не все могут использовать результаты этих исследований. То есть но и трактовать его. Что еще? И также важно то, что мы не исследуем эти исследования, мы отбираем наши объекты, мы сопоставляем их, потому что в противном случае наши выводы, они могут быть непорректными, и их рекомендации на основании этих выводов могут не принести нам пользы, на которую мы рассчитываем. Следующий момент, которого я хотела бы коснуться, это будет практический рассказ про мой опыт. Возможно, мы сейчас быстренько его обсудим, и потом перейдем к вопросу. Если нет возражений. Возражений нет, тогда я расскажу немножко, как я столкнулась с таким исследованием, какая у нас была задача, как я это делала, или какие результаты получила. Я немножко сейчас дам контекста. У нас был стартап, который занимался тем, что помогал монетизировать контент. То есть это было решение для бизнеса. Нашими заказчиками были люди, у которых были свои какие-то страницы, приложения, и они хотели их универсировать. То есть мы добавляли такой шоппабл экспириенс для контента, для видео, для изображений, и увлеченные пользователи могли очень быстро приобрести этот товар, подписки на какие-то услуги и так далее. То есть это такой очень быстрый способ приобрести товар, который полезен для пользователя за счет того, что он остается на той же странице, ему никуда не надо делать, там минимальный набор шагов и для счет скажем так производителей контента, которые таким образом могли дополнительно манитизировать свой продукт. И когда мы работали с этим стартапом, у нас на тот момент не было клиентов, но при этом у нас был такой набор функциональности достаточно большой и стало необходимо активно передвигать наш продукт, для чего было решено использовать вот именно сравнение конкурентов, чтобы понимать, какая функциональность является мастхэв для продуктов нашего типа, потому что у нас были свои представления, у нашего продуктов лоунера, был составлен план, что мы хотим сделать в будущем, но не хватало понимания вот того, как все аналогичные продукты находят своих клиентов, что должно обязательно, к чему привыкли пользователи в использовании такой системы, которую мы предлагаем. И также мы хотели посмотреть на модели монетизации, то есть это тоже был вопрос открытый для нашего проекта, поскольку клиентов еще не было, и надо было понимать, как еще встроена именно работа. Это работает по оптимально для наших заказчиков это будет подписка или еще какие-то другие способы. Что еще важно? Мы хотели изучить наших конкурентов, и мы составили скажем так план, который включал в себя изначально включал в себя всех наших конкурентов, скажем так, но далее мы их приоритизировали по количеству пользователей, по их необходимости, то есть насколько те или иные представители, они вообще известны, и в результате у нас получился такой план очень простой, поскольку у нас конечным потребителем был продуктов мир, сейлс команда и представители нашего заказчика. Мы на этот момент были аутсорс командой, которые поставили задачу по проведению такого анализа. поэтому у нас не было требований по оформлению, мы составили план, он очень простой, он содержит в себе список, он содержит ссылки на ресурсы, также он содержит какие-то важные пометки, и дальше идет для уже проведенных исследований мы добавляли сюда ссылку на само исследование, то есть потом у нас получился такой приоритизированный список, где есть верхнеуровневая информация какая-то и также очень легко обратиться к самому исследованию. Что дальше? Дальше мы формировали критерии нашего сравнения и я покажу тоже здесь на примере то, что я упоминала у нас одним из критерий была бизнес-модель также мы анализировали применение сценария использования продуктов аналогичных которым мы разрабатывали мы сравнивали функциональность потому что это для нас было важно на этот момент и мы хотели еще обратить внимание в процессе маркета лучшей практики в области технологических решений для этого мы обращались за помощью и в целом у нас тоже было все очень просто модель структура вот этого самого исследования она очень понятная и мы отдельно выделяли те блоки те критерии которые мы сейчас сравниваем с тобой чтобы была возможность для человека который заинтересован в каком-то одном скажем так аспекте очень быстро перейти к нему и сфокусироваться на нем почему мы выбирали такие критерии я не упоминала мы хотели понять как сейчас клиенты привыкли работать на каких условиях мы хотели понимать обладаем ли мы тем минимумом функциональности чтобы выходить и также мы в процессе хотели изучить лучшие практики с точки зрения технологий что еще само исследование тоже достаточно просто оформлено основная идея это была я сейчас вам показываю на скрине как выглядел анализ функциональности здесь в первой графе мы видим саму функциональность далее мы видим условное обозначение есть ли такая функциональность у нас и есть ли конкурентов и мы всю важную информацию которую мы считаем нужно внести мы также ее сюда добавляем и конечно мы добавляем примеры мы должны максимально упростить задачу людям которые не проводили все которые могут не понимать как это реализовано у них может сложиться неверное какое-то впечатление о том как это все устроено поэтому без примеров очень сложно может быть при трактовке результатов что еще помимо того что у нас есть вот это отдельный скажем так наш критерий сравнения вот вы видите вот это сравнительный анализ функциональности у нас еще при нашем исследовании было несколько других способов отображения информации один из способов это такая сводная матрица о том она говорит нам очень четко если допустим вот смотреть на какую-то функциональность если она у наших клиентов если она у нас и как раз таки вот этот разрез такой продуктов назовем его так очень четко помогает увидеть возможно здесь как раз таки содержится информация которая способна повлиять на приоритет потому что если мы видим что вот каждая колонка это какой-то представитель если у нас есть положительные отметки для всех наших конкурентов а у нас здесь стоит минус то это возможно приведет к тому что мы тоже будем реализовывать это не гарант но это очень удобное визуальное представление то есть для человека который интересуется только функциональностью здесь есть необходимый минимум такой информации что касается еще результатов у нас по результатам исследований мы сделали рекомендации и и мы также оформили их немножко отдельно для того чтобы человек который хочет ознакомиться с результатами мог сфокусироваться на результатах и тоже у нас не было таких требований мы старались описать максимально лаконично но при этом достаточно подробно чтобы ловить суть то есть это тоже это задача это функциональность это наш конкурент у которого есть подобная функциональность это польза которую мы получим это какие-то ссылки конечно примеры и комментарии то есть в нашем случае это наверное было одним из важнейших частей чтобы мы понимали в каком-то продуктовом аспекте что мы можем сделать и либо изменить мы на тот момент уже имели какой-то скажем так набор функциональности и также мы могли по результатам исследований его адаптировать что еще хотела бы сказать здесь хотела бы рассказать наверное про результаты вообще как мы использовали то что мы исследовали мы получили по результатам список рекомендаций это были задачи заточенные на реализацию в будущем они были разного приоритета но это было измеримо то есть мы там возводили задачи в брекинговой системе мы обосновывали их необходимость то есть мы могли сослаться на нашу либо матрицу такую сводную либо в целом на результаты исследований что еще также наши результаты были использованы скажем для того чтобы понять свои преимущества и как-то поработать над позиционированием то есть до того момента у нас был сайт у нас был он наполненный но по результатам когда мы поняли что у нас есть оказывается у нас есть вот такие вот фишки у нас есть это мы отличаемся тем мы могли это использовать для продвижения то есть это было использовано для такого маркетинга наполнения сайта это косвенный скажем так результат потому что мы до начала исследования мы не думали про скажем так конкретно про сайт мы хотели понять наше положение что вообще мы можем предложить как мы будем выглядеть на рынке и такой плюс который мы получили то что мы могли собрать все наши преимущественно и выдвинуть точнее продвигать наши бенефиты которые у нас сейчас есть которые мы можем предложить и это тоже было достаточно важным моментом потому что если скажем так компания организация не отличается от конкретов то весьма вероятно что выбор чисто случайно будет сделать не в пользу конкретной организации то есть важно еще для нас было найти свое место и мы в том числе сделали шаг в эту сторону после того как мы проанализировали предложение наших лагурентов то есть по итогу что я могу сейчас сказать что действительно это долго это трудоемкий процесс потому что объем информации достаточно большой информации много и нужно как-то ее фильтровать на предмет полезно для нам или нет можем ли мы как-то ее сопоставить ведет для нас к нашей цели что еще важно что в наших условиях мы были достаточно свободны в плане того как как оформлять результаты как вообще работать мы могли выбрать какие-то удобные там способы и возможно если бы у нас были более жесткие какие-то рамки ограничения то это бы заняло либо меньше времени если бы нам лимитировали наш скоп либо наоборот это заняло больше времени для того чтобы учесть какие-то важные условия кроме того когда мы сделали наш ресерч мы поняли что мы анализировали конкурентов с целью черпнуть какие-то идеи и понять наши преимущественно и мы не ставили перед собой цели у нас не было цели понять либо доказать себе что вот мы молодцы мы были безоценочны то есть у нас не было задачи найти подтверждение что мы вот такие молодцы в сравнении нет нет мы не уходили в какие-то оценки осуждения мы смотрели мы обирались на факты и в результате этого у нас получилась такая стратегия по нашему развитию продукта то есть какие-то улучшения которым были предложены они дальше пошли в работу мы поняли чем мы можем привлекать клиентов и стали потенцировать поэтому я считаю что этот инструмент исследования оно может быть полезным вот не требует каких-то чрезмерных навыков если мы говорим про область в которой бизнес-иналитик продуктов или какой-то другой работает и возможно как бы возможно придется привлекать консультантов в каких-то областях но это на мой взгляд такой доступный не сказала бы простой но осуществимый и потенциально полезный инструмент для того чтобы достигнуть вашей цели я скажу что я рассказала вам то что планировала если сейчас у вас есть вопросы либо хочется каких-то деталей то я буду рада ответить на вопросы у нас есть для этого время да ну судя по чату вопросов пока на данный момент не поступало возможно кому-то будет удобно размьютиться и голосом озвучить свой вопрос пожалуйста не стесняйтесь мы рады выслушать любого спикера вот какие источники вопросов надежды какие источники использовали чтобы анализировать фичи для этого мы заходили на сайт нашего скажем так объекта исследований и мы использовали не только тот материал который транслировался это описание такое завлекающее маняющее на сайте но мы также пробовали были возможности использовать какую-то реальную бесплатную версию мы использовали мы смотрели мы пытались представить себя пользователем как бы мы оценили вот это вот наши наш путь нашей цели то есть все что мы могли найти в открытом доступе и ну информация и соответственно если была возможность то попробовать самим этот продукт эту систему так спасибо Наталья за ответ новых вопросов нет минутку пожалуйста я можно я сказать да пожалуйста просто вот в открытом доступе обычно информации не сильно много либо опять же там какие-то демо версии недоступны просто так взять посмотреть как оно работает тоже нельзя и соответственно понятно что на сайте там они всегда пишут про то как у них все красиво там даже могут быть какие-то скрины которые не факт что соответствуют действительности да поэтому вот интересно все-таки насколько вы понимали вот что ту информацию которую видите насколько она достоверна насколько ее вообще хватало чтобы какого-то конкурента который для вас реально значимый конкурент полноценно оценить я спрошу так мы смотрели на демо которые предоставлены на сайте но мы не ограничивались они то есть мы не ограничивались как я сказала в описании мы смотрели там где была была возможность на техническую документацию которая была открыта то есть там было подтверждение того что да у них есть эта функциональность или нет но конкретно в нашем случае мы понимали как примерно выглядят продукты которые выполняют эту цель у нас было понимание скажем как у нас было понимание какие фичи есть какая национальность там работает мы смотрели скорее у нас были идеи которых были новыми для нас но в нашем случае мы смотрели больше на реализацию потому что ну скажем так мы тоже на тот момент были не первые мы работали там не первый месяц и у нас уже сформированы готовые к выходу на рынок продукты мы понимали базово что может быть поэтому нам было проще мы смотрели на да у нас были новодельки я сказала но мы смотрели на их реализацию в основном то есть нам хватало по большому счету той информации которая предоставлена и находила подтверждение каким-то гипотезам что есть такая вот функциональность в документации она очень часто на самом деле предоставляется не полностью но тем не менее есть даже в открытом доступе ну поэтому мы не могли себе позволить как это сказать более такого детального анализа то есть сообщаться с представителем запрашивать какие-то данные у нас такой возможности не было но у нас наверное был и не самый сложный кейс у нас был достаточно такой скажем понятный и информации я бы сказала что для наших выводов для нашей цели нам хватило спасибо ну если если есть конечно возможность связываться с представителями сейлс команды которые всегда мы встречали то это наверное можно попробовать как вариант но также нужно понимать что возможно там потребуется какие-то гарантии от вас или там у них будут какие-то условия для диалога с вами ну такой вариант такой способ тоже есть так спасибо большое за ответ напоминаю что в чат я скинула ссылку на гугл форму для обратной связи от наших слушателей нам очень важно когда вы оставляете свои какие-то фидбэки впечатления делитесь какими-то комментариями по поводу того что вы услышали вот мы анализируем все фидбэки и соответственно делаем наши вечера более интересными для вас если нет больше никаких вопросов то я благодарю нотарию за интересную тему за презентацию у меня еще один организационный вопрос он не по теме презентации вот я знаю что раньше за то что мы прослушивали условно посещали какие-то такие вебинары можно было подавать на часы на подтверждение часов и я вот уже за последние там вот тоже подключалась на какие-то еще лекции заполняла форму но мне ничего не пришло на почту в чем может быть проблема так давайте задайте пожалуйста вопрос в чат в телеграме и я пишусь вам тогда отвечу на него просто чтобы я не потеряла и я скину тогда ссылку на форму для получения кредов тоже в телеграм-чат чтобы вы тоже заполнили раз для вас это важно и тогда вы получите ответ на свой вопрос пожалуйста все решаемо вот если нет больше тогда не вопросов я тогда останавливаюсь за ты